Окей, я включил. Добрый вечер, всем хорошего лета и самого-самого всего доброго. И мы с вами продолжаем изучение книги Шмуэль Бетт. И если вы помните, мы находимся в общем-то в конце книги. И наш рассказ о восстании Авшалома, о поражении Авшалома. И сегодня мы посмотрим реакцию Давида на гибель Авшалома. Мы помним с вами, что он получает известие о гибели Авшалома. И здесь его поведение, оно и ожиданное, и неожиданное. Естественно, что в нем борется чувство отца. И, с другой стороны, у него есть обязанности правителя. Как правильно повести себя в такой ситуации? То есть, даже, может быть, на вопрос не стоит, как правильно, а какое чувство возобладает обязанность правителя или чувство отца? Давайте мы откроем текст и попытаемся продвинуться с вами по тексту. Так, хорошо. Я открываю наш текст. Глава 19. Я надеюсь, что текст хорошо виден. Да, видно, отлично. Да, замечательно. Глава 19. «И ужаснулся царь, и поднялся в башню над воротами, и заплакал, и так говорил, пока шел. Сын мой, Абшалом, сын мой, Абшалом, сын мой, Абшалом, если бы я умер вместо тебя, Абшалом, сын мой, сын мой». Мы видим, что он не просто заперся в башне, он уже плачет и говорит, когда он поднимается в башню. И это происходит на глазах людей, может быть, самых приближенных к Давиду, но о его реакции становится известно всему народу. И сообщили Абу, вот царь плачет и скорбит по Абшалому. «И стала радость спасения в тот день скорбью для всего народа, ибо услышал народ в тот день, что говорят, опечален царь из-за сына своего». То есть не все видели Давида, но слух о том, как Давид отреагировал, насколько он горько плакал и переживал смерть Абшалома, она распространилась среди всех. И пробирался народ в тот день, входя в город, как пробирается народ, опозоренный бегством своим с поля боя на войне. Все, кто пошел за Давидом, все, кто принимал участие в сражении, относились к нему с величайшим уважением и даже с любовью. Для них Давид был надежда Израиля. И вот когда он настолько опечален смертью Абшалома, они чувствуют, что совершили что-то плохое, что-то нехорошее, что все виноваты в том, что произошло. И ощущение вместо ощущения победы, ощущение поражения. А царь закрыл лицо свою верхней одеждой и закричал царь громким голосом «Сын мой, Абшалом, Абшалом, сын мой, сын мой». Мы понимаем, что он заперся в башне, в одной из башен хорошо укрепленного Маханаима. И мало кто видит его, но он не сдерживает себя и не думает о том, что происходит, не думает, какое впечатление его реакцию произведет на людей. И все слышат этот крик, ужасный крик, совершенно доносящийся из башни. Говорят, что Давид поднял Абшалома своей молитвой или своим стинанием, даже поднял молитву Абшалома из геенома. Из семи уровней геенома или седьмого нижнего уровня геенома провел его и поднял совсем из геенома. Мы помним, что Абшалом увидел гееном, который разверзся под ним. То есть его преступление было величайшим преступлением, которое не заслуживает прощения даже в будущем мире. Оно было похоже на преступление Короха, как мы с вами помним, который пошел против Маше. И как же Давид мог поднять Абшалома? Мы не знаем, поднялась ли душа Абшалома сразу и из геенома. Но здесь мы можем представить себе, как праведный человек высокой молитвы, он даже плохое в плохом находит искру хорошего или умеет раскрыть эту искру хорошего. Это связь отца с сыном, величайшая любовь, которая, говорят, не зависит ни от чего. Любовь, которая не зависит ни от чего. Есть такой даже термин в Тамуде и Маре – просто любовь, потому что это сын, потому что это близкий человек, потому что есть с ним связь на уровне души. И это раскрывается, и таким образом даже в ужасном поступке проявляется какой-то свет. И этот свет – зацепка для того, чтобы душа, по крайней мере, начала свой подъем из того ужасного места в духовном мире, в котором она оказалась после такого преступления. Но это мир духовный. А вот что происходит в мире материальном? Другая сторона дела. И пришел я к царю в дом и сказал, сегодня ты заставил стыдиться всех рабов своих, спавших душу твою сегодня, и души сыновей твоих, и дочерей твоих, и души жен твоих, и души наложниц твоих. Несправедливо любить ненавидящего тебя и ненавидеть любящих тебя. Вот объявил ты сегодня, что не существует для тебя начальника и слуги, и вот еще узнал я сегодня, что останься от шалом в живых, а мы все сегодня бы умерли, то было бы это только правильно в глазах твоих. Это одно, а теперь встань и выйди и говори к сердцу слуг твоих, ибо Богом поклялся я, что если ты не выйдешь, то не останется с тобой на ночлег ни один человек этой ночью. И будет это для тебя хуже всякой беды, которая приходила на тебя от юности твоей до этого времени. Это одно из величайших наставлений и поучений, которые есть в пророках, а может быть и в Тории, в пророках. Мы видим, что Юав, он уже давно, а может быть и с самого начала, привык брать ответственность на себя. Мы знаем, что он человек праведный, он не ищет ни славы, ему не заставляет удовольствие упасить Бога, скорбить Давида и показать ему, что тот совершенно не прав ему. Он не стремится к тому, чтобы дать Давиду почувствовать, что он без него, без Юава не сможет сдвинуться ни на шаг, что Юав здесь определяет все. Нет, он далек совершенно от этого. Про Юава рассказывается, что когда он умер, он был похоронен в своем доме в пустыне. Почему в своем доме в пустыне? У Юава не было дома в пустыне. Мы не знаем, у него был дом близко к Иерушалаему. Почему же в пустыне? Потому что дом его был как пустыня. Он не сделал себе, так сказать, состояние, хотя он мог быть богатейшим человеком Израиля, как начальник войска. Ничего у него не было. Все он, то, что он получал как награду или свою долю добычи, он все раздавал это в дома учения для людей, изучающих Тору. То есть, хотел продвигать духовность, духовную сторону в Израиле. Мы понимаем, что моральное состояние народа и особенно войска, оно крайне и крайне важно. И мы много раз говорили с вами, что царь не может позволить себе показать свое горе, свою печаль на людях, тем более дать почувствовать, что положение для него безвыгодное или произошло что-то такое, что все дальнейшее не имеет для него никакого значения. Царь не имеет права это делать. И Иоав в такой довольно жесткой форме напоминает Давиду об этом. Но есть здесь, кроме наставления правителя, и такой моральный аспект. Люди, которые пробираются как воры, как совершившие что-то плохое в город, это люди, которые спасли твою душу сегодня, они сражались за тебя сегодня. Это несправедливо, не то что нельзя, скажем, с политической точки зрения, с точки зрения военной, когда мораль играет большое значение, просто несправедливо относиться к этим людям так. И он говорит такое глобальное постановление Иоав как бы вносит, несправедливо любить ненавидящего тебя и ненавидеть любящих тебя. А иногда это сливается в одно и то же, когда ты любишь ненавидящего тебя, а этот ненавидящий тебя, он не только враг, он враг не только твой враг, но и враг твоих сторонников, враг твоих друзей. И то получается, что ты ненавидишь ненавидящих тебя, и Давид впоследствии говорит об этом очень подробно в 97-м псалме. Он говорит так, Бог воцарился, возрадовалась земля. Когда воцарился Бог, то ушло злодейство. Бог, царь – это не тот, кто подавляет восстание, это тот, кто не дает проявиться ничему плохому. Всевышний, уже он наказал всех злодеев, возрадовались острова, многочисленные острова, отдаленные места, скажем, где проживают люди. И он говорит о такой, Давид, если так можно сказать, о вселенской радости, потому что воцарился Всевышний. И он говорит вселенская радость. Игидуа Шамаем Цитко, небеса, рассказали о праведности Всевышнего, о его праведности. А праведность – это не милость. Праведность – это воздать награду тому, кто заслуживает и наказать злодеев. И увидели все народы славу его, говорит Давид. Понятно, что речь идет о будущем, когда божественное присутствие проявится повсюду. Мы видим этот аспект проявления божественного присутствия и наказания злодеев. И он говорит, Давид, его шуколев дейпфесель, что устыдятся, когда бог воцарится, устыдятся все, кто служит изображением, идолам, скажем. Те, кто прославляют божеств. И дальше он говорит, как бы такой поэтический образ. И склонятся перед ним все боги, все божества склонятся перед Всевышним. Понятно, что этот образ не реальный, а поэтический. Если за этим поэтическим образом увидеть, что все изображения, все статуи, так же, как в Египте при исходе из Египта развалили все статуи, и так же в будущем, все изображения, все идолы, и все изображения идолов просто разваливаются и падают, то, может быть, здесь в этом есть какой-то элемент реалии. И мы пробираемся с вами дальше. Мы не можем разобрать весь Солом в рамках этих занятий. И в 10-м пасухе, в 10-м стихе Давид говорит, если так будет в будущем, если злодеи будут наказаны, если усыдятся все, кто служит идолам, то в настоящем можно и нужно сказать Ог-Вей-Гашем-Сину-Ра. Любящий Всевышнего, ненавидьте зло. Может быть, не злодеев, но зло. Кстати, очень трудно иногда разделить между злодеем и злом. Есть такое понятие, такая посылка, особенно в хасидизме, что нужно ненавидеть не злодея, а зло. Нужно ненавидеть не человека, а его плохие дела. Это не очень просто разделить. У Маорала есть такая посылка, что все идет за большинством. Если есть человек, у которого большинство хороших дел, то это человек праведный. Если есть человек, у которого большинство плохих дел, то это человек злодей. И что значит злодей? Маорал настаивает на том, что душа проявляет себя, свойства души проявляет себя. Если большинство плохих дел, то эта испорченность души проявляет себя. Человек позволит своей душе заграниться настолько, что она проявляет себя как плохие дела, большинство плохих дел. Как вы тут разделите? Ненавидеть человека, ненавидеть зло по определению. Маорала, он сам по себе злодей. Но это в скобках, это дилемма. Мы видим, что здесь Давид говорит ненавидеть зло. Что Всевышний хранит душу праведных и спасает их из руки злодея. Это то, что говорит Давид. И прежде всего то, что мы подчеркнем, любящие Всевышнего, любящие Бога, ненавидьте зло. Здесь Иоав говорит немножко по-другому. Несправедливо любить ненавидящего тебя и ненавидеть любящих тебя. Но, скажем, то, что говорит Иоав, это ни в коем случае не противоречит и, скажем, позиции Давида, если так можно сказать, позиции иудаизма. Опять же, по той простой причине, что зло и злодейство приносят несчастье другим людям. И прощая как бы зло, и вот так вот как Давид, навязь на его сторону в какой-то степени, это получается оборачиваться ненавистью тем, кто любит тебя. Вот объявил ты сегодня, что не существует для тебя начальника и слуги. То есть заслуги всех ты отменил. Как ведет себя царь? Он дает награду начальникам и слугам, поощряет их, если так можно сказать, или даже не награду, а приближает к себе, говорит одобрительное слово, дает дань уважения при всех. Сегодня у тебя нету ни начальников, ни слуг ты пренебрег всеми. И всем понятно, что тебе обшалом дороже всех, кто с тобой. Если бы они все умерли, то Авшалом остался жив, то это было бы для тебя утешением, душевным, духовным утешением. И Юаб обращается к Давиду с требованием, и мы в этом требовании видим силу Юаба, того Юаба, который всегда был с Давидом, который всегда поддерживал его, который выигрывал сражения и никогда не давал почувствовать Давиду, что, скажем, войско в его руках, войско подчиняется ему, войско слушает его слово, и поэтому у него, у Юавы есть большой вес. Он может многое сделать, многое может позволить себе, он может противостоять Давиду. Никогда он не говорил такого, только в этом случае, только в этом случае, когда он хочет пробудить Давида, пробудить в нем чувство ответственности и дать ему понять, что если человек предпочитает свои, если царь предпочитает свои личные проблемы, если он свои личные проблемы ставит выше проблем народа, если он становится частным человеком и проблемы частного человека ставит выше проблем царя, то есть только один выход. Превратить его в частного человека. Пусть он остается один. И будет это для тебя хуже всякой беды, которая приходила к тебе от юности твоей. Юав говорит, что люди порочили имя Давида, как мы знаем, что к нему относились несправедливо, что распускалось много слухов, и многие-многие выставали против него или были против него, но это было несправедливо. А вот сейчас, когда я, говорит он, если я возьму всех и уведу от тебя, и ты останешься один, это будет справедливо. Это будет справедливо. Это будет хуже всего, что происходило с тобой до сих пор. В том смысле, что это справедливо, если во всех предыдущих случаях ты мог себя чем-то утешить, здесь тебе не будет утешения, потому что ты сам, и только ты будешь виноват в том, что произойдет. И встал царь, и сел в воротах, и всему народу сообщили, сказав, вот царь сидит в воротах города, и пришел весь народ предстать перед царем. Давид соглашается с Иоабом, не спорит, не говорит ему, что, вот как он говорил, что вы, сыновья, цруи сильнее меня, вы мне диктуете, я иногда в растерянности, я должен оправдывать перед всем народом ваши поступки и так далее. Здесь нет ничего подобного. Давид понимает, что я вправ, не возражает ему. Он как бы, как можно представить себе, умывает свое лицо, берет себя в руки и садится в воротах города для того, чтобы приветствовать тех, кто возвращается с поля сражения. Еще не все вернулись, еще не все вошли в город. Он садится, чтобы приветствовать народ, возвращающийся с поля боя, с победой. А Израиль убежал, каждый в шатер свой. Мы видим, что бунтов Шалома не был основан ни на каких глубоких идеях, ни на каких серьезных претензиях к Давиду. Он был основан на непонимании Давида, на недовольстве на недовольстве Давидом, недовольстве того, как он судит, подчеркивая, подчеркивая, как бы, обязанность каждого человека проявлять милость, и недовольны были тем, что он собирается сделать своим преемником Шламо, своего младшего сына, и то, что он приблизил к себе, то, что он приблизил к себе много неевреев и дал им пренавидированное положение, как мы знаем, что гвардия Давида, она состоит из воинов из Гата, которые возглавляет Итай Агити, и так далее, и так далее. То есть, это не серьезные претензии, а это склока. И когда погибает Абшалом, то все видится совершенно по-другому, как всегда, трагичные события дают возможность посмотреть по-другому на вещи, и поэтому никто не собирается продолжать бунт, и никто не собирается выбрать нового руководителя, все расходятся в шатер свой. Медраж здесь говорит о том, что Израиль пошел служить идолам, и есть какое-то обрагнание в тексте слова Огалим, в шатеры Огалим, в шатер свой, шатры, или Огель, Огель, то, скажем, здесь надо было сказать шатер, шатры во множественном числе, Огалим, но сказано Огель, шатер, и Медраж подчеркивает, что это слово состоит из тех же букв, что Элоа, божество, Израиль пошел служить своим богам. И здесь пример того, как ни в коем случае невозможно понимать Медраж буквально, часто, по крайней мере, Медраж допускает только какое-то объяснение, толкование, но ни в коем случае нельзя настаивать на буквальном смысле Медража. Мы можем представить себе, что в то время совершенно было неприемлемо, чтобы в это времена Давида, да, совершенно было неприемлемо, чтобы кто-то тем более открыто занимался идолбоклонством, идолбоклонством было не истреблено. Мы помним, что и колдовство было истреблено Шаулем, чуждые и чужие тори обычаи были истреблены из народа и народ был не так воспитан, чтобы пойти и заниматься идолбоклонством. Медраж говорит о том, что как бы такая общая картина и может быть перспектива, что есть, что когда уходят от Давида, когда уходят от дома Давида, то неизбежно придут к идолбоклонству. Вот убежал в шатер свой, не вернулись к Давиду, не пришли к нему просить прощения. Это как бы нужно понимать, что это путь к идолбоклонству и действительно мы видим это на примере, так сказать, если так можно сказать, видим на примере будущих событий, когда царство раскололось Ироваам увел десять колен от дома Давида и моментально северное царство, если не скатилось к идолбоклонству, то стало на очень и очень опасный путь и идолбоклонство перестало быть запрещенным среди десяти колен и верные представления о Торе и о Всевышнем стали, так сказать, нивелироваться постепенно, то есть прямой путь к идолбоклонству. Почему? Потому что это отрыв от дома Давида. И тут нужно представить себе, что Всевышний заключил союз с Давидом. И это союз не только с Давидом, что он будет всегда во главе дома Израиля. Это союз, который обязывает весь Израиль. Никто не имеет права отказываться от дома Давида. Скажем, принципиальный такой отказ от дома Давида он и сегодня как бы совершенно недопустим. А здесь Тора говорит, подчеркивает, что убегая от Давида они приближались к идолопоклонству. В каком смысле мы постарались с вами понять. Начал весь народ спорить во всех коленах Израиля, говоря, царь спас нас от руки врагов. То есть мы видим, что Медраж он взял, зацепился за слово и дал какой-то определенный аспект, указал на какую-то тенденцию, отрыв от дома Давида. Но если говорить о реалиях, то бегство в шатер свой, оно довольно быстро заканчивается и начинается обсуждение того, как вернуться к Давиду. Царь спас нас от руки врагов наших и он избавил нас от руки Плештим, а теперь убежал из земли от Эвшалома. Наконец-то после стольких лет и когда Давид был воином Шауля и когда он царствовал и выходил против Плештим и против всех врагов Израиля звучат слова понимания то, что он избавил нас от руки Плештим, страшных врагов, с которыми никто не мог справиться и от других врагов окружающих Израиль он избавил, а теперь он должен был бежать от Авшалома. Кстати говоря, колено, которые были за Яарденом, они в гораздо меньшей степени принимали участие в бунте именно потому, что только Давид смог превратить их территории в защищенные, куда не смеет ступить нога врага, а все время в эпоху Шовтим, в эпоху Судей и во время правления во время управления Шауля колено страдали от набегов соседей, то есть они как бы были не в какой-то степени сами по себе за Яарденом и должны были решать свои проблемы сами, и только Давид сделал их частью царства, защищенного от врагов. А в шалом, которого мы помазали, править над собой умер на войне, и теперь почему вы медлите вернуть царя? Это не имеет смысла искать кого бы то ни было другого, и народ Израиля все-таки по крайней мере к тому времени не разучился видеть руку всевышнему происходящих событиях, и понятно, что в гибели Абшалома видится божественное проведение. А царь Давид послал Цадоку и Кавиатару. Мы помним с вами, что Цадок и Кавиатар это Кагены, которые выносят ковчег союза из Ирушалаема, а Давид возвращает их обратно в Ирушалаем. Он обращается к ним, видимо, посылает и находит их, они еще скорее всего не явились к Давиду, чтобы сказать, поговорите со старейшинами Иуды, чтобы сказать, зачем вам быть последними из тех, кто захочет вернуть царя в дом его, ведь слово всего Израиль уже дошло до царя в дом его. Мы можем представить себе непростую ситуацию, в которую попали Цадок и Кавиатар, вернувшись в Ирушалаем, они должны были предстать перед Абшаломом и заверить его в своей лояльности к нему. Более того, Абшалом был помазан на царство в Ирушалаеме, и кто же, как не самые важные Кагены должны были помазать его на царство. Если к этому не удалось привлечь пророков, так как Натан и Гат ушли с Давидом, то Кагены самые важные, самые уважаемые люди, и которые раньше были приближены к Давиду, они должны были помазать Абшалом и на царство, что они и сделали. Естественно, Давид их не подозревает в измене, он сам их отправил в город, сам им велел быть его глазами и ушами. Но теперь, создавшись ситуацией, Давид хочет воспользоваться таким положением, которое возникло у Цадока и Авиатара. люди, помазавшие Абшалом на царство, и никто другой, лучше, чем они, не смогут привлечь обратно народ к Давиду. И прежде всего Давид хочет говорить со старейшинами Иуды. Это понятно, это колено, которое, из которого он происходит, колено, которое наиболее близко к нему, колено, которое непонятно, почему сгунтовалось, потому что возможно, потому что они чувствовали, что получили недостаточно высокие должности, что недостаточно с ними царь с ними считается, другие, наоборот, считали, что колено Иуды слишком премигровано при Давиде. Споров и претензий, когда они начинаются, нет им конца. Как мы знаем, что все споры, которые ведутся, они не во имя небес. Во имя небес это редкие споры. Споры о том, кто главнее, кто важнее, кто больше получил, а кому не додали. Все эти споры не во имя небес, и они не заканчиваются ничем позитивным. И вот здесь как бы мы вспоминаем о том, что старейшие иуды, которые в свое время позвали Давида, обратились Давиду первыми, позвали его править Хевронии, семь лет Давид правил Хевронии и так далее. В конце концов, многие из них отходят от Давида, и это очень и очень странно. В конце концов, если смотреть такими человеческими глазами, то Давид не перенес столицу, не установил столицу вшило в колене Ефраима. Он утвердил столицу в Ярушалаиме в колене иуды и как бы должны были быть ему за это благодарны и поддерживать его. Нет, многие-многие из иуды пошли за вшаломом и теперь Давид призывает садок и вегетар обратиться прежде всего к колену иуды. Более того, уже мы из этого видим, что все колена как бы поговаривают о том, чтобы вернуться к Давиду и естественно, что как у любого царя, у Давида есть свои саглядаты и свои доносчики, так сказать, в этом случае может быть это и не доносчики, даже разведчики скорее лучше их назвать, и он знает о всех тех собраниях, спорах между важными людьми, которые происходят в коленах, в других коленах, и о том, что колена склоняются к тому, чтобы прийти Давиду, а колена иуды нет, колена иуды это главная проблема. Братья мои, вы, кость моя и плоть моя, нужно заверять колена иуды, как будто они сами это не знают и не помнят об этом. Зачем же вам быть последними из тех, кто захочет вернуть царя в дом его? А Амасе скажите, мы помним, что Амаса был начальником войска Авшалома, тот самый Амаса, который был предан Давиду, тот самый Амаса, которого мы не можем заподозрить ни в каких ни в каких либо помыслах таких личных, эгоистичных, он, мы помним, что он пошел за Давидом в его скитаниях, он один из первых пришел к Давиду, он был с Давидом в циклаге, и вот он встал на сторону Авшалома. Из этого мы еще раз можем понять, насколько странным казалось людям решение Давида сделать Шламо своим наследником. И еще раз мы можем вспомнить, что мы можем шмуэльбет, это то, что люди не понимают, не берут как бы в расчет высокую духовность. Она для них не является, как вы сегодня сказали, фактором. Больше смотрят на реалии, на то, что происходит в реальном мире. В общем-то, и Юав был таким человеком, он был мальцом Торы, и его самоотверженность, чтобы построить царство Израиля, все это остается при нем, но понять Давида он Давида не мог. Это не значит, как мы видели с вами, что Давид всегда был прав, но глобально Юав не мог понять Давида. Разве не кость моя и не плоть моя, ты, говорит Давид о массе, так сделай мне все сильные и так добавит, если не будешь ты при мне начальником войска все дни жизни моей вместо Юава. Здесь Давид как бы хочет убить двух зайцев сразу. Он понимает, что он не может продолжать с Юавом совершенно не может продолжать с ним, но мы понимаем почему, потому что Юав является противником Шломо, резким и принципиальным противником. Если он встал на сторону Давида, то это не значит, что он согласился с ним в плане того, что Шломо должен наследовать престол. Юав превратился если не во врага, это невозможно сказать, то большую принципиальную проблему. Давид хочет лишить его власти для того, чтобы опять же подготовить почву для правления Шломо. нельзя оставлять противника своему наследнику. Противника своего наследника нельзя оставлять своему наследнику. Давид хочет нивелировать эту ситуацию, исправить эту ситуацию. А с Амасой, как мы говорим, двух зайцев, с Амасой политика Давида, как мы видим, в том, чтобы не наказывать тех, кто восстал против него, а привлечь их на свою сторону. Если Давид берет Амасу, который возглавил войско, вышел в сражение против войска Давида и делает его начальником войска, то все остальные скажут, ну, есть человек, который, в общем-то, провинился больше всех, еще, может быть, и больше самого Абшалома, и он прощен Давидом и получил высокую должность, то мы и подавно можем прийти, наши вина не так велика, а мы и подавно можем прийти к Давиду, вернуться к нему. И склонил он к Давиду сердце всех людей иуды, как одного человека и послали они сказать царю, возвращайся ты и все слуги твои. То, что сделал Давид, как бы сработало. Амаса обратился ко всем людям иуды и смог убедить вернуться к Давиду и, естественно, такой сильнейший козырь, который был у него, посмотрите, я же прощен, какие же будут претензии, к вам. Вы-то по сравнению со мной вообще ни в чем не виноваты. И вернулся царь, дошел до Ярдена, а колено Иуды пришло в Гилгаль, чтобы идти навстречу царю и переправить царя через Ярден, оказать ему почести и с достоинством перевести его через переправу, чтобы, так сказать, Давид не замочил ноги, не замочил одежды свои, и воскрешил Шиме сын Геры, сын Калина Бениамина, который родом из Бахурием, и спустился вместе с людьми Иуды навстречу царю Давиду, и тысячи человек с ним из Калина Бениамина Шиме уговорил тысячу своих родственников, которые встали на сторону Абшалома, и которые принимали участие в сражении против войска Давида, и человек с ним из Калибиямина, и Цива, слуга дома Шауля, и пятнадцать сыновей его, и двадцать слуг его с ним, и переправились они через Ярден навстречу царю. Оставим на время Цива, слуга дома Шауля, возьмем Шиме бен Гера, и посмотрим, какова его судьба. И пересекла лодка переправы реку, чтобы перевести дом царя и сделать то, что хорошо в его глазах. Переправы, как мы понимаем, может быть разная, можно переходить в реку вброд, были такие переправы, когда переезжали на лодках. Иногда эта лодка была одна, и нужно было ждать, когда кто-то приплывет с того берега, но неважно, здесь подошли к переправе и перевозят царя с почетом. А Шиме Бенгера упал перед царем, когда тот переправлялся через Ярден. Видимо, еще на той стороне Ярдена Шиме Бенгера падает перед царем и сказал Шиме царю, не вменяй мне, господин, вину преступления мое, и не вспоминай, что согрешил раб твой в день, когда вышел господин мой царь из Рюшалаема, и не нужно держать царю этого на сердце своем, и вы знаете раб твой, что согрешил я, и вот пришел я сегодня первым из его дома Юсефа, чтобы спуститься к Ярдену на встречу господину моему царю, и ответил Авишай сын Цруи и сказал и за этого не будет предан смерти Шиме, который вранил помазанника Бога, и сказал Давид, что мне и вам сыновья Цруи, упоминает Иоаба, чтобы сказать, что и мнение Авиша, и мнение Иоаба для него неприемлемое, чтобы быть вам сегодня моими подстрекателями, сегодня будет предан смерти человек из Израиля, разве не узнал я сегодня, что теперь я царь над Израилем. Давид намекает на формальный закон, о котором мы говорили, что только с сегодняшнего дня он может вновь считать себя царем Израиля, потому что вернулось к нему уважение, поддержка всего народа Израиля, и по крайней по крайней мере так заявляют главы людей, главы колен говорят об этом, и только с сегодняшнего дня он может считать, что его царство восстановилось, потому что мы помним, что для того, чтобы царь был царем, нужно три момента. Нужно признание его пророком, помазание его пророком, нужно одобрение сангидрины, и нужно, чтобы весь народ или большинство народу приняли его и поддержали его. Если последние условия не соблюдают, то царь не может считаться царем. И Давид говорит, что формально я не обязан казнить Шиме Бенгера. Естественно, что я царь сейчас, и это мое решение, и если я сочту с чего бы нужным, что его следует казнить, так сказать, для общего блага, вот несколько шуку, говорят, то я бы это сделал. Но это не так. Я не считаю, что нужно Шиме Бенгера казнить. Почему Давид прежде всего опять же видит эту ситуацию. Если он казнит сейчас Шиме Бенгера, то от него отстранятся люди из колена Бениамина, и он пришел с тысячами людьми, а с ними что делать? Тоже их казнить всех? Тогда все разбегутся от него. И поэтому предложение Абишая, которое поддержал бы Иоав, как намекает на это Давид, оно совершенно неприемлемо для Давида. И сказал царь Шиме, не умрешь ты, и поклялся ему царь. Давид сделал очень хитрый ход. Мы видим, что Давид готовит царство Шламов. Он пытается устранить Йоава, но оказывается не все во власти Давида, не все складывается так, как Давид планировал. Это одно. А теперь Шиме Бенгера. Шиме Бенгера он оставляет в живых. Шиме Бенгера один из самых, так сказать, сильных противников того, чтобы Шламов был поставлен на царство. Что с ним делать? Опять же, Давид идет на очень хитрый ход. Он делает Шиме, великого мудреца Торы, воспитателем Шламов. Может быть, они сблизятся. Может быть, Шиме поймет духовность Шламов. Может быть, он начнет поддерживать Шламов, хотя мы знаем, что человеку очень трудно переменить свое мнение. Для этого действительно нужно увидеть те скрытые качества Шламов, которые помогут ему в будущем стать великим царем и поднять на высочайший духовный уровень всех сыновей Израиля. Сумеет ли это Шиме сделать? Можно забегая вперед сказать, что нет, этого контакта между Шиме и Шламов не возникло, хотя Шиме имел колоссальное положительное влияние на Шламов, как говорит Медраж, и удерживал его от многих неправильных поступков и когда и в процессе его воспитания и в первые 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 годы или можно сказать первые месяцы когда годы наверное сейчас трудно сообразить как развивались события скажем первые годы когда Шламов не стал царем и все это было правильно а вот есть у Давида один колоссальный провал который как Медраж говорит привел в будущем приведет к разделению его царства что к восстанию Абшалома здесь тоже не надо понимать буквально что вот именно именно неправильный поступок неправильной оценками Фибоши за это был наказан Давид или были наказаны его потомки нет но здесь проявился определенный недостаток который был у Давида и который скажем не то чтобы передался но скажем повлиял на повлиял и на Шламов мы знаем что помним что главное достоинство Давида и может быть есть основное усилие Давида это приближать себе достойных людей и отдалять от себя людей недостойных и если не получается так что вокруг есть какие-то люди которые преследуют свои корыстные цели научиться не слушать их совета это главное для царя для управления страной ни один царь не отходится без советников и своего окружения как создать такое окружение как построить с ним отношения чтобы все было на пользу чтобы все было положительно вот это главная забота Давида а вот что получается здесь а Мефибоши сын Шауля спустился навстречу царю и не заботился о ногах своих и не заботился об усах своих и одежд своих не стирал со дня ухода царя до того дня когда он вернулся с миром не заботился о ногах своих не надевал обуви а мы знаем что знак траура когда человек ходит не ходит босой тем более что Мефибоши было трудно передвигаться у него были больные ноги не заботился об усах своих то есть не стриг даже усы свои человек который находится в трауре ему позволительно привести себя все-таки как-то в порядок и постричь усы привести там в порядок свою бороду если он не может по меркам древнего мира устраивать такую глобальную стрижку то привести себя в порядок он может но здесь Мефибошит он и не стриг свои усы и одежь своих не стирал со дня ухода царя до того дня когда он вернулся с миром то есть Мефибошит пребывал в трауре более того он был верушалаями да он был верушалаями и он естественно был человеком человеком важным и важным для Шалома который собирался построить создать окружение вокруг себя и привлечь противников Давида Мефибошит как мы помним был из рода из рода Шауля и вот все видят что он находится в трауре кто это мог себе позволить верушалаями вот так вот пребывать в трауре может быть Мефибошит рассчитывал на то что он человек с увечем и никто не обратит на него внимания возможно но в любом случае он сильно рисковал показывая публично так сказать показывая свою приверженность Давиду поддержку Давиду в Ярушалайме который захватил Афшалом и было когда пришел к Ярушалайму встретить царя сказал ему царь почему ты не пошел со мной Мефибошит тут такой психологический момент естественно что Давид и опечален и раздражен тем что все стали на сторону Афшалома и когда сейчас все возвращаются к нему то его душе так сказать остается осадок он чувствует горечь то все эти люди отвернулись отвернулись от него после того как всю жизнь он рисковал своей жизнью для них построил построил царство и построил царство построил столицу заложил основы фундамент храма все это не зачлось ему не пошло ему на пользу те основы праведности и справедливости которые он захотел хотел заложить народе обернулось все это против него конечно у него остается осадок в душе он не позволяет этому осадку проявиться никогда когда он разговаривает с Алмасой никогда он разговаривает с Шимей Бенгера и тут все выплескивается на Мефибошита те слова которые произнес Сива слуга дома Шауля как мы помним и он оговорил Мефибошита вместо того чтобы привести дары Шаулю дары Давиду и сказать что Мефибошит не может пойти с ним он привел привез дары и сказал что Мефибошит предпочел остаться в Ярушалайме не то что ноги ему не позволили и не хотел он быть обузой для царя он предпочел остаться в Ярушалайме Сива уже оговорил его и тут Давид как бы его величайшая праведность его глубочайшее понимание людей всегда да дает здесь прокол и тогда можно поднять медраж он говорит что если у Давида бывают такие проколы то естественно то у его потомков будут еще большие проколы в отношениях с людьми понимание ситуации и это приведет к разделению царства это как бы то что нам хочет сказать медраж Мефибошет отвечает Давиду очень достойно и говорит господин мой царь раб мой обманул меня ибо сказал слуга твой я седлаю я себе осла и поеду на ней на ослице и пойду с царем ибо хром раб твой я говорил он то есть Мефибошет собирался призвиниться к Давиду потом передумал и говорил он слугу своего перед господином моим царем но господин мой царь как ангел всесильного и сделай как хорошо в глазах твоих Мефибошет тоже человек большой праведности он не хочет не выставлять Давида в каком-то невыгодном свете перед его подчиненными и говорит что он заранее принимает любое решение Давида беспрекословно он говорит что подчеркивает что Давид поступил милостиво со всем домом Шауля который можно было и расценить как люди повинны смерти за за все то что они сделали с Давидом а ты посадил условно между сидящими за столом твоим и едящими за столом твоим какие у меня есть еще заслуги чтобы продолжать звать к царю Давид раздражен и он говорит что зачем тебе умножать слова ты и цива разделите поле половину 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 поля я отдаю твоего поля я отдаю цива здесь речь идет не об одном поле и не о наследном деле и речь идет о всех тех землях которые остались которые были завоеваны шаулем и которые остались нераспределенными между коленами когда распределяли земли все эти земли отошли к царю это скажем многочисленные земли вот ты поделишь их цива все что было в твоем владении многочисленные земли ты поделишь с цива вот Мефиборшит искренне говорит пусть все заберет после того как пришел господин мой царь с миром в дом его как праведный человек для него главное то что Давид который и должен быть царем Израиля вернулся в Ирушалае приходит Бавзилай Гелади и встречает Давида мы помним его что он поддержал Давида когда тот оказался за за Ярденом пришел к нему сразу вот и мы видим что Бавзилай отказывается занять какую-либо должность при Давиде потому что он говорит что он стар но сына своего он посылает служить Давиду единственная почесть которую он попросил это перейти вместе с царем через Ярден сопровождать царя поскольку он его встретил когда он был в бесном положении он хочет сопровождать его когда царь возвращается в Ирушалаем а вот раб твой Кингам сын Барзилая он будет служить тебе и царь принимает это предложение и делает Кингама одним из своих приближенных и здесь мы еще раз обращаем с вами внимание на особенность Давида для Давида для Давида важен человек безусловно Барзилая и его дети они не недовопоклонники они привязаны к еврейскому народу к сыновьям Израиля живут давно рядом с ними но можно было бы подозревать скажем вот чужезем того кто не принадлежит сыновьям Израиля нет Давид не предозревает он вот как мы говорили с мамой это единственный такой его прокол когда выплют с него раздражение по-человечески Давида можно понять но как царь как царь Израиля видимо это было недопустимо во всех остальных случаях для Давида важен человек его преданность его желание помочь в трудную минуту и тех кто поддерживал Давида в трудную минуту как его воины из Гата Гетим их Давид не оставляет никогда не бросает никогда он платит им благодарностью за за поддержку в трудную минуту и здесь то же самое Кимгам сын Варзилая не не еврея не сыновей Израиля Давид приближает его к себе и перешел весь народ Ярден и царь перешел и поцеловал царь Берзилая богословил его и так далее и перешел царь Ярден чтобы идти в Кимгаль и Кимгам перешел с ним и вот все люди Израиля пришли к царю и сказали царю почему украли тебя братья наши люди Иуды и переправили царя и дом его через Ярден ну как бы мы сказали ну вот опять опять начинается опять не поделили почести опять видится ущемление своих прав в том что Давид находится среди сыновей иуды которые первые как бы осознали проблему и первые пришли его встретить они несколько опоздали может быть им и собраться было труднее дойти было труднее чем колено иуды все может быть но в любом случае начинаются мелкие претензии дележ будущих мест уважения и средств и так далее а все люди Давида стоят с ним вот и говорят люди иуды говорят ибо близок царь к нам и почему вас раз не было так-то и отвечали люди людям иуды и сказали 10 частей моих земле царя и так же у Давида я многочисленнее тебя так почему же унизил унизил ты меня и разве слово мое о том чтобы возвратить царя моего не было сказано раньше но слово людей людей иуды было тверже слово людей израиля здесь мы видим с вами как зарождается новый бунт который вспыхивает моментально из-за того что колено иуды колено колено израиля 10 колен израиля 11 колено израиля можно сказать недовольны коленом коленом иуды вот и мы видим что мечта Давида соединить все колено вместе выплавить из них единый народ который живет единственной целью построения храма прославления имени всевышнего раскрытие божественного присутствия в земле израиля божественного присутствия который раскрывается через сыновей израиля эта мечта Давида не не сбылась действительно не сбылась потому что только в период шломой еще царство удержалось а потом вспыхнуло то же самое то же самое недовольство 10 колен противоставляют себя колено иуды они видят в нем видят в нем нечто как бы да каких-то каких-то господ которые привилегированы по сравнению с ними хотя трудно сказать почему потому и с колена иуды воины они не сидят где-то на пирах и не пируют и не обогащаются за счет своего положения они воины они приближенные царя они заняты проблемами проблемами страны и нет никакого основания для такого отношения к не такого отношения к колену иуды но мы видим что эта проблема остается остается вечной если мы с вами не успели с вами открыть не открыть следующую двадцатую не успели открыть следующую двадцатую главу но заведяя вперед можно сказать что тут же двадцатая глава начинается с того что и был там один человек недостойный по имени Шева бен бихри и он поднимает новое восстание когда десять колен вновь восстают против Давида но теперь уже наверное скорее не против Давида а против всего колена иуды это наша следующая тема которую я хотел поднять сегодня но как всегда планы они планы а вот время оно время пожалуйста я остановил шер если есть какие-то вопросы я готов пытаться ответить вот несколько минут потому что я понимаю что у нас у Натана следующее занятие в плане пожалуйста если кто-то хочет спросить набрались какие-то вопросы то пожалуйста ну ладно будем считать что все ясно я вот вижу что в чате тоже нету вопросов очень очень надеюсь что как бы информация полезна всем на пользу вот тем более если кто-то войдет в политическую деятельность в Израиле то можно многому поучиться у Давида окей хорошо ладно окей тогда мы на этом заканчиваем правильно ну да если нет вопросов то я считаю что я так все хорошо объяснил ну я думаю да народ переживает обдумывал послушаем так и есть то окей хорошо тогда всем счастливо и до свидания пока пока большое спасибо большое спасибо всем за внимание и всего самого доброго пока хорошо Хорошо.